Здравствуйте! Это рубрика «Советы юристов» в рамках программы «Главные новости» в студии телеканала «Волгоград-1» адвокат Ваграм Давтян. Ваграм – кандидат юридических наук, председатель коллегии адвокатов Волгоградской области «Легион». Ваграм, здравствуйте! Здравствуйте, Анна! По нашим с вами темам – это семейные отношения, которые мы каждый день здесь обсуждаем, появился вопрос. Если человек, то есть пара, подписали брачный договор, но какая-то из сторон захотели как-то избежать, может быть, ответственности или узнать свои права, которые они все-таки еще что-то имеют вообще права по брачному договору или все-таки уже крест окончательно на всем. Подскажите, пожалуйста, разъясните. То есть как-то пересмотреть свое творчество, да, если что-то пошло не так. Да, передумал. Передумал. Ну, опять же, к счастью или к сожалению, здесь российская действительность, она позволяет, в отличие от законодательства, к примеру, Соединенных Штатов Америки, пересмотреть условия. То есть считается, что по правилам, например, которые существуют в Соединенных Штатах, там если подписал, независимо от того, какие это были условия, при каких обстоятельствах и так далее, то есть это достаточно тяжело оспариваться. В российской действительности такой договор оспорить можно, потому что брачный договор является, по сути, сделкой между сторонами. Когда стороны вступают в такую сделку, подписывают этот договор, они, конечно, могут находиться под влиянием определенных жизненных обстоятельств, стечения каких-то обстоятельств, каких-то уважительных причин, либо просто не осознавать значения своих действий и не понимать, что, собственно говоря, происходит. Да, в таких случаях, как и любая сделка, конечно, она по этим основаниям может быть оспорено. Законодатель ровным счетом предоставляет нам такие оспаривания по таким условиям три года. Но по общему правилу, по общему правилу, если, скажем так, не связано это с теми случаями, которые прямо оговорены законами, в таком случае закон предоставляет всего лишь год на оспаривание такого условия. Ну и помимо этого, помимо того, о чем я сейчас говорил, есть еще одно уязвимое место у брачного договора. То есть, скажем так, если стороны, к примеру, подписали такой брачный договор на таких условиях, что одному из супругов по его смысловой конструкции достается гораздо больше имущества, ну, существенно больше имущества, нежели второй стороне. Законный этот счет говорит так, что если вторая сторона была поставлена в крайне неблагоприятное, вот так у нас законодатель выразится, финансовое положение, то тогда в таком случае условия этого брачного договора можно отменить. Разумеется, это все отменяется в судебном порядке, и отменить этот договор можно либо целиком, либо в части, но все это делается в судебном порядке. Я могу сказать, что это делается нелегко, дабы стороны не обольщались, то есть и по результатам нашей консультации не побежали в суд оспаривать, то есть этот брачный договор, это делается очень нелегко. Конечно, нужно понимать всю меру ответственности, когда вы обращаетесь в суд, потому что с вас могут быть взысканы все расходы, то есть и государственные пошлины, и представительство второй стороны адвокатам, то есть это все может быть возложено на вас в случае, если вы этот спор проиграете. Поэтому, конечно, бежать сломя голову, оспаривать этот брачный договор не следует. Но в таких случаях, при определенных обстоятельствах, если вы действительно были ущемлены в своих правах, можно это сделать. И в помощь вам здесь, конечно, нужен грамотный юрист, адвокат, потому что, еще раз обращу, наверное, внимание на то, что, как правило, люди приходят к адвокату, когда уже совсем тяжело, совсем плохо, когда мы понимаем, что собственными руками мы в эту ситуацию никак разрешить не можем. Тогда мы обращаемся к адвокату. Нет. Действительность демонстрирует нам яркие примеры подобного творчества, плачевные. Поэтому, чем раньше вы обратитесь к адвокату, профильному специалисту именно в области семейного права, тем будет лучше. Тем будет лучше для вас, по крайней мере, вы будете уже на первоначальном этапе знать о своих правах, о своих возможностях и будете предостережены в том, чтобы не совершать определенные действия, либо наоборот, то есть совершать. Большое спасибо за ответ. Я думаю, в ваших устах прозвучала даже надежда для кого-то из наших телезрителей. Очень на это надеюсь. Это была рубрика «Советы юристов». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова